добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2011 года выпуска двигатель 2.2 турбодизель автомат полный привод пробег на автомобиле 105 тысяч километров здесь не замена здесь работает по промывке интеркулера радиаторов для этого надо их демонтировать и снять так не получается и еще у нас эти двигателя подкидывают масло сделан у нас маслоотстойник видео есть по нему отдельно сепаратор масла но масло тем не менее все равно попадает и в интеркулере как в нижней точке она там оседает поэтому приняли решение демонтировать бампер фары решетку и снять радиаторы единственное оставим на месте радиатор кондиционера чтобы не спускать фреон открываю капот и начинаем разбирать поднял автомобиль снял колесо откручиваю крепление подкрылка отводим здесь в сторону ну и теперь я думаю мы можем снимать также со второй стороны мы откручиваем тоже эти гайки капроновые и здесь такие с правой стороны три штуки 2 и вот здесь сзади 3 также мы выкручиваем верху саморез крестовой отверткой опять же не саморез а клипса также снизу мы откручиваем два самореза вот это да самореза заржавели бесполезно настолько при ржавели что даже не то что они даже сойти не пытаются сидят мертвая уже грани посрезал у них а что тут придумывать берем сверло и высверливаем есть хорошее китайское сверло так шляпка готова ну и вторую точно так же все второй саморез я тоже удалил теперь поднимаем так поддеваю здесь накладку так же как и с той стороны снимаем клипсу снимаем эту клипсу и снимаем подкрылок ну все полуподкрылки я с обоих сторон снял с левой стороны разъединяю вот этих два разъема и все остальное у нас и парктроники и противотуманки останутся на бампере разводка разъемы разъемы разомкнул два штуки все они у нас висят теперь пока снизу здесь показать вот у нас крепление бампера два болта головка на 10 и одна большая клипса но клипсу быстрее всего целую не снимем хотя попробую откручиваем болты и снимаем клипсу и бампер уже отойдет здесь сделано хорошо что через планку закручивается закручивается притягивается и зазор нормальный не то что там защелки пластиковые еще что то откручиваю ну как предположил так и получилось не снял клипсу длинная жесткая шляпка отрывается и с одной и со второй стороны ладно пока мы снизу сразу откручиваем вот так вот чтоб свет не отражал нижнюю защиту и эту защиту надо каждый раз откручивать когда собираетесь залезть в грязь потому что здесь находится буксировочный крюк берем отвертку и с двух сторон выкручиваем винты винты длинные под отвертку и только потом вы снимете этот кожух залезть в грязь и крутить потом это не очень интересно тем более как правило сядешь пузом и туда уже не подлезешь вот он крюк буксировочный откручиваю три винта и снимаю две клипсы по бокам сейчас свет добавлю и вот эти две клипсы по бокам как к них только подобраться и с другой стороны такая же снизу удобно за бампером все нижняя часть бампера у нас свободно опускаю автомобиль и снимаем сверху решетку еще забыл показать вот с правой стороны поставил ведро снимаем два шланга на умыватель фар один и второй снимаем четыре клипсы сверху который у нас решеточку держит с одной и с другой стороны с другой стороны клипсы снял здесь у нас здесь у нас по уголкам подклеено на скотче надо аккуратненько чтоб резинку не порвать от скотча оторвать а потом мы на новый скотч подклеим вот эти уголки с одной стороны и с другой здесь вот по углам к к к к к к снизу клипсы я беру длинную отвертку и по бокам нажимаю так получится не получится показать сейчас попробую показать здесь вот по бокам длинной отверткой нажимаю фиксатор с одной стороны одну сторону топлю и фиксатор с другой стороны вторую сторону топлю все вот она клипса ушла а теперь можно со второй стороны и снимать снял геморрой придумали не знаю чей не снимешь видно вот фиксатор заходит вот в это квадратное окошко и чтобы его снять надо аккуратно вот так вот снизу его поднимать вверх чтобы оно вышло из зацепления здесь вот флажок который его придавливает вниз по бокам вот они клипсы которые показывал отверткой это подвижная она шевелится выдернуть ее тяжело а а вот эти по бокам усики нажать и все она выходит с ней вместе а если сильнее рвать есть вероятность что можно сломать снял я клипсу вот такая она в принципе она должна выщелкиваться здесь полукруглая если спереди а спереди под здесь невозможно брызнуть силиконом она выскочит в этом месте легко я их сниму вставлю на место а когда буду защелкивать уже в в эти клипсы защелкну решетку снимаю теперь эти четыре клипсы думаю все у нас основном бампер освобожден по бокам сдергиваем и и и вот этот механизм чтоб нам его не сломать здесь в принципе делать ничего и не надо здесь только придерживать бампер уже пошел и и и и вот и все бампер я убираю если посмотреть все остается на месте клипсы вот эти одноразовые если менять заказывайте сразу новое ни одна ни вторая целая не снялась номер для заказа я заказал их выложу в комментарии не в комментарии в описании откручиваю фару чтобы гайки не побить через тряпочку их откручу болты не гайки болты 2 сверху один спереди здесь болт закрытый один болт сбоку один болт сбоку также сниму вот этот вот экранчик тоже у него болт сбоку наживлю на место чтоб его с болтами фары не путать отодвигаю фару отодвигаю фару флажок нажимаем и все теперь снимаю целиком вот эту накладку она как-то без жесткости без закрепления бампера звенит немножко вот трещина есть стороны откуда у нас здесь все цело откручиваю два болта с одной стороны также два болта с другой стороны фару с той стороны я тоже снимаю фару я здесь снял тоже также откручиваю два болта и откручиваю три болта снизу раз два и три ну и думаю что снимется поролон снизу подклеим на усилитель и подклеим на эту планку поэтому немножко его сверху просто отрываем отрываем все вот здесь и находятся омыватели то чтобы их заменить нужно так вот все разобрать по-другому не получится просто не подобраться откручиваю сигнал головка на 13 так головка на 13 а я наверное его сниму целиком с кронштейном радиаторы двигать чтобы кронштейн мне не мешал здесь торкс торк стэд 30 нажимаю фиксатор и снимаю разъем так шанс